итак всем привет мы едем в рыбинск там будут соревнования по славому большое количество пилотов и у меня в багажнике лежит новинка от виноразии инжекторный двигатель monster и файл соответственно покажу расскажу пилотам что это за новинка и как с ней работать попробуем полетать поснимать первое впечатление этом двигателе что думают из первых уст так сказать и может быть из этого даже что-то интересное получится а у него потяги как это за машина инжекторный моста сейчас скажем так реализация того что витаразе делали четыре года финальный результат у них была называется и в мастер и фай у них было значит там и фай 00 и фай 10 а это и по 20 то есть это предсерийный вариант старт продаж у них с января для тысячи двадцать четвертого года все готово для того чтобы стартовать вот так он включается здесь батареечка витаразевская чехольчики что можно и отбросить как при этом коннектора принципе если сильно дернуть они разомкнутся батарейки хватает на 6 часов у него нету своего внутреннего генератора то есть в принципе как и с топливом закончился из топлива закончился полет так и за батарейки закончилась батарейка закончился полет на экране будет индикация сколько там осталось здесь сейчас мы все включены будет работать дикат вот так вот включается и 40 секунд он просчитывает снимают все показания и потом нужно ввести объем топлива залитого через 40 секунд появляется здесь окошко введите топлива вводишь там вот я сейчас залил 5 литров вводишь 5 литров и все и ты знаешь сколько у тебя осталось то есть он постоянно показывать тебе текущий расход остаток если ты летишь например там 45000 он говорит тебе я еще там 6 часов летит поменял себе пилотирование на 6 7 он через 15 секунд пересчитывает говорит все тебе уже хватит всего на три часа он в зависимости от высоты подстраивается на смеси образования и земли до 5000 можно спокойно взлетать и будет постоянно идеальное смеси образования ну то есть как бы не надо ничего крутить то есть принципе на карбюраторном мостере тоже можно на 5000 у нас в ленобусе забирались и ничего но там все-таки последние там два часа не последние два часа последний километр это такое томление то есть он идет там максимум полметра здесь он работает на оптимальных режимах именно на той высоте которая нужна а какие датчики тут есть много у него вот есть датчик выхлопных газов температуру выхлопных газов датчик под свечу у него не под саму свечу а вот здесь рядом просверлено отверстие и он в головке рядом установлен потому что они говорят что под свечой не столь стабильная температура температура нежели под вот рядышком немного и скажем так если а быть на обычном мост или него температура выхлопных газов 550 градусов то с инжектором у него этот датчик может 800 показывать и реально 800 да вот мы смотрели до 750 поднималась температура это как бы его реальные нормальные режимы работы аккумулятор подряжается нет нет до 6 часов за то есть я понял генератора не в конце концов да в конце концов хотя либо заканчивается топливо либо аккумулятор инжектор не работает там фактически это такая же машина только без генератора вот насколько хватает почему я просил то есть в любом случае если аккумулятор то же самое зимой естественно быстрее замерзнет у них будет специальная зимняя версия с подогревом то есть потому что вытащу будет только они еще делают вот здесь вынесен снаружи и скажем так условия эксплуатации от нуля градусов и выше понятно то что морозик очень сильно поджимает что литий лонки что полимер что полимерки все равно я ставил просто когда ручки по его это делали то же самое ставил и та же самая ситуация зимой начиналась они там пилот у них летает три четыре тысячи то есть он даже зимой летает но там зима теплее то есть там где-то чуть зимой плюс 10 чуть ниже нуля наверху у него проблемы нету я ему как начинают им задавать вопрос а что при минус 30 у нас же такое бывает пока типа не готовы решения потому что как будет вести себе тут же у нас инжектор спрятан за радиатор и под капот и даже когда холод он как бы чуть-чуть согревается разряжение потом создается поэтому как будет себя вести инжектор нужно ли вы будет подогревать или нет но с другой стороны это вариант как бы если даже и либо соревновательный на экономию либо на дальняк то есть это не вариант зимнего эксплуатации такой летний не наших условий скажем наших но летом 6 часов соответственно с количеством заряд разряд емкости него будет со временем все равно будет уменьшаться ну якобы все равно будет говорить да наверное раз 300 можно его разрядить и зарядить примерно так вопросов 6 часов 6 часов умножаем хотя бы на 100 зарядов это 600 часов полета то есть ему на самом деле вот чтобы 300 часов вылетать это ему на 5 лет нет а стартерный торг и но опять же по маршруту если летишь стартер ты один раз попробовал запустил а если именно взлет посадка вот соревновательные да то соответственно там он заводится вот я могу сейчас еще раз завести его он заводится просто так и там очень мало быстро он с одного оборота за расход у него не надо вот этот крутить стартер как у обычного монстра потому что он сразу заряжен не скарба его включаешь у него сразу насос работает сразу там давление сразу все готово первое хорошему дим надо если кто возьмет эксплуатировать год и дальше все рассказывать поэтому сейчас карбюраторная четверка как заводится зимой все было реакцию начинаем ну эти же гулиджик-джик-джик-джик-джик-джик-джик-джик-джик-джик-дюк или как эти инжекторные заводится зимой если аккумулятор нормальный джика все то есть такая же абсолютная схема лучники бы не надо сготовить сми заводить ручка хорошая от винта другие сейчас это еще раз расскажу что делать в течение 40 секунд насос какого типа топлива настоять он какой-то выносной посчитала а сейчас включится насос электрический насос да у него пищи внешний да 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 пищит центробежный да 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 вот черно бедный пищи пищи до центробежный насос все дальше он прочь ну вот 40 секунд у него как бы он прочит собирает все данные информацию прочее полетим или не полетим ветер до проверился дальше если мы отключаем его хоть раз выключили нам каждый раз надо вводить этот самый топливо там сейчас 5 литров запомнила то есть он каждый раз воспринимает это что новый запуск то есть пока у них уровня топлива там не будет нет пока зато вот если я лечу то процент погрешности не больше пяти процентов а вообще он практически вот если я буду лететь за счет вот такого фильтра который там стоит капиллярного он расходует там грубо говоря 4900 расходует этот будет показывать примерно столько же он может 4950 показать то есть очень хорошая то есть у них максимальная погрешность 5 процентов то есть это на 5 литров 200 миллилитров однако она как бы чуть меньше и получается у тебя вот на том режиме которым полетишь у тебя показывает сколько у тебя время еще можно лететь ну как в машине поменял режим он пересчитывать его и говорит а теперь тебе лететь там больше меньше то есть снимали сейчас я запущу чтобы убить ничего не залезли вот 4 секунды запасно вот если я сделаю так если не прошло четырех секунд он глох то есть это для того чтобы чтобы там не остались руки и так ноги и голова и прочее говорят даже вот если много готовится с крылом там заводится на шесть часов там чуть поменьше у них же как если ты например термики выкручиваешь то обычный мостер надо прокачивать выключить надо похимичить с ним чтобы прогнать вот эти то есть если мостер час постоит то у него возникнут воздушный пузырёк пробка и для того чтобы ее прокачать надо либо много раз дергать либо нажать кнопочку нажать грушу клапан да да либо еще что то то этот не надо то есть он сейчас покрутился в любой момент он завелся и даже вот с этим то есть ты ловишь термики у тебя получается когда ты термик выкручиваешь ты не летишь а получается ты термики выкручиваешь ты вот его заглушил кнопкой а зажигание выключаешь или вот в таком положении вот так мотор и пищит все время все равно да то есть у него на 6 часов получается вот исполируемая пишет пищит то есть он не пищит но его не слышно как бы работает но насчет насчет все равно работает надо он работает вот этот работает то есть вот это все то есть когда двигатель работает у него нагрузка на электрику то же самое потому что магнита ой не магнита катушка зажигания от генератора своего рода ну вот от магнита то есть вне зависимости работает и не работает за 6 часов вот это все посядет просто он как бы это самый кайф это в полете полете у него где-то четырех с половиной уже пропадает вот эта вибрация гораздо мягче работает и то что ты можешь лететь здесь смотреть параметры все выбирать то есть вот сейчас вот сразу идут обороты минуты он 5 литров на сколько минут хватает через некоторое время он покажет на сколько часов еще у тебя то есть у тебя сразу вся картинка перед глазами а аккумулятор не показывает вот 90 процентов а даже если он в ноль уйдет аккумулятор у тебя еще сколько то есть я думаю что там его также показывает 5 литров только полтора два часа аккумулятора на 6 аккумулятор переживет даже полный бак переживет только увеличенный партий там часов 6 лететь когда он как бы получается получается еще еще один есть если лететь на нем по маршруту не в назад-вперед а лететь например на перекладную понимаете да то есть ты сегодня пролетел 200 километров вот до заправился надо либо аккумулятор с собой запасной получаю с собой конечно не дальше продолжить у него идет вот такая коробочка заряжается за час аккумулятор час-полтора ну то есть ли кошка 3 300 миллиампер часов то есть она не пауэрбанк своего рода да я они когда выдавали мне мотор сказали а вот этот аккумулятор положи с собой вручную платье самолет да потому что я думала их нельзя сдавать я думал у меня не пропустят потому что туда летел у меня пауэрбанк мощный на 60 тысяч миллиампер часов не пропустили у кого пришлось выложить очень опасался что это даже вопросов не возникло вот у него два провода торчат что это такое мне даже вопрос но он выглядит как промышленный не самопальный вот заряжается он быстро но если вот такие соревнования можно два иметь то есть это всегда такое решение как и с двумя моторами у кого-то хватает сиренц иметь два мотора на соревнованиях три крыла три крыла если есть желание можно покрутить на спине ну как бы показать побольше а так в принципе вот если будет летная погода можно я его привез привез дать полетать ну нет возможности да есть возможно поэтому они говорят если он через пять минут выдает звуковой сигнал чувак у тебя как бы все подключено ты готов к старту а ничего не происходит вот и пока ты не подойдешь и не нажмешь ручку газа вот так вот он будет аликать сигнализировать ну то есть получается обкручиваешь термики и просто зажал вот так вот он сейчас не даст заглохнет если нет уже четыре секунды прошло а Ну вот мы покидаем гостеприимный Рыбинск, поляну парматорную, парни еще продолжают там всячески куражиться, посмотрели установку, проявили интерес, ну а мы погнали дальше. Вот мы кинули Орел и Решка, как ехать, собственно, из Яндекс.Навигатора или Гугл. И Гугл показывает, что дорога туда, причем я вижу следы, но как бы как-то вот стремновато, стремновато, поедем, пожалуй, по Яндексу. Там дальше поле и дороги нет.